К началу 2019 года оснащенность вооруженных сил современным вооружением возросла в 3,8 раза, составляет сегодня 61,5%. Сегодня действует новая система комплектования вооруженных сил, а с 2012 года количество контрактников возросло более чем в два раза и в настоящее время составляет более 393 тысяч военнослужащих. При этом общая комплектовность вооруженных сил повысилась на 35% и доведена сегодня до 95-100%. Это стало результатом тех изменений, которые целенаправленно реализуются руководством вооруженных сил Российской Федерации. Важным стимулом проводимой работы по призыву на военную службу является конкурс на лучшую организацию подготовки граждан на военную службу проведения призыва, который ежегодно проводится среди субъектов Российской Федерации. По итогам 2018 года на призовые места в конкурсе претендует Республика Бурятия, Ставропольский край и Вологодская область. В настоящее время Центральная конкурсная комиссия уже завершила свою работу в Ставропольском крае и в нашем регионе и завершает сегодня работу в Республике Бурятия. Это говорит о том, что правительство области, военный комиссариат области при взаимодействии с руководителем муниципальных образований, силовых, ведомств и общественных организаций, задачи по организации подготовки граждан на военную службу и проведению призыва в 2018 году справились успешно. Организация проведения призыва граждан на военную службу весной 2019 года в муниципальных районах и городах области, военных комиссариатах области проводится в соответствии с действующим законодательством. По основным губернатора Вологодской области 25 марта 2019 года на территории области создано 28 призывных комиссий муниципальных образований, а также областная призывная комиссия Вологодской области. Разработаны и утверждены планы по подготовке и проведению весеннего призыва во всех военных комиссариатах муниципальных образований. Выписки из расчета и распределения призывных ресурсов доведены до военных комиссариатов. Нормы призыва доведены до глав всех муниципальных образований области. 27-28 марта этого года проведены инструкторские методические сборы с председателем призывных комиссий районов и городов области, военными комиссарами, начальниками отделений призыва, врачами, руководящими работой по медицинскому свидетельствию граждан, подлежащих призыву. Общая численность граждан, состоящих на воинском учете в военном комиссариатах Вологодской области, составляет более 17 тысяч человек. В области установлена норма призыва на весеннюю призывную кампанию порядка 1700 человек. Первая отправка войска запланирована уже на 24 апреля. В ходе весенней призывной кампании в Алакжане будут направляться в сухопутные войска 38%, военно-морской флот 7%, в части Воздушно-космических сил 13%, в части Национальной гвардии 9% и другие виды родов войск. По традиции в Алакжане отправятся служить в президентский полк. В весеннем призыве этого года их будет 10 человек. Сборный пункт области к работе готов, обмундирование и другое имущество завезено. Призывные комиссии муниципальных образований приступили к работе. Заседание комиссии проводится в соответствии с графиком. На сегодняшний день на медицинские призывные комиссии в районах и городах области подлежат вызову порядка 6 тысяч человек. Оповещено о явке на призывные комиссии более 90%. Сегодня уровень готовности молодых людей к службе в армии значительно возрос. С точки зрения физической подготовленности повышаются требования. Сегодня мы должны обеспечить призыв 100% ребят, которые сдали нормы ГТО. В перспективе мы должны обеспечить не менее 15% призывников, имеющих спортивные разряды или спортивные звания. Это достаточно сложная задача, но мы планомерно идем по пути ее решения. С точки зрения, как вы говорите, моральной подготовленности людей, можно сказать, что сегодня наблюдается поступательный рост одобрения деятельности вооруженных сил. Отрицательные оценки по отношению к армии снизились в 4,5 раза. Это данные социологических опросов. Сегодня 64% граждан России считают, что служба в армии является хорошей школой жизни для молодых людей. В разы сократилось количество ребят, которые уклоняются сегодня от мероприятий по призыву. Достаточно сказать, что за весь прошлый год у нас уклонились от призыва на военную службу, то есть не прибыли на отправку войска всего 3 человека в 2018 году. Это еще лет 5 назад число таких ребят исчислялось сотнями. Сегодня, наверное, единственный недостаток, который у нас еще есть, это сложность с оповещением всех тех ребят, которые мы должны призвать на службу в армии. То, о чем мы говорили, там где-то порядка 500 человек в прошлом году мы не сумели оповестить. Но это некоторая, может быть, безответственность молодых людей, которые перемещаются с места на место, уезжают на работу в другие регионы, но при этом не ставят в известность военные комиссариаты, не сообщают по новому месту о своем пребывании. Но вот то, что я сказал, сегодня изменилось законодательство, и сегодня уже четко прописаны обязанности, во-первых, самих ребят, а во-вторых, военным комиссариатам сегодня проще призывать их, независимо от того, где бы они ни находились. Потому что не требуется сегодня постоянной регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Где по факту проживает, там и может быть призван. Это тоже должно упросить частично снять эту проблему. Конечно, служба в президентском полку для ребят это особая честь. И наш регион гордится тем, что постоянно и в весенний, и в осенний призыв наши ребята призываются в президентский полк. Отбор происходит в несколько этапов. На первом этапе проводится в феврале на муниципальном уровне. Отбор наиболее достойных ребят вот в этом году приняло участие, то есть заявилось 74 человека, отобрано было 46 призывников. На втором этапе, в марте месяце, производится уже с участием и правительства Вологодской области, даже на сне лица военного комиссариата, и также представители воинской части, офицеры ФСО, где ребята, в общем-то, будут служить. Вот на втором этапе из 46 отобрано 24 человека. И на третьем этапе, в июне этого года, состоится уже окончательный отбор. Из этих 24 призывников будет отобрано, как уже сказано, 10 человек, самых достойных, которые будут представлять Вологодскую область в президентском полку. Отправка в президентский полк намечена на 26 июня. Входить в службу, скажем, наши призывники в частях сухопутных войск, как правило, на территории Западного военного округа, военно-морской флот, военно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, Росгвардия, воздушно-десантные войска. Примерный процент, вот кроме сухопутных войск, примерно одинаковый, около 10-15% по родам и видам вооруженных сил. Как правило, это территория, скажем, направления, куда мы отправляем призывников традиционно, это территория Западного военного округа и другие округа. У нас будут отправляться юноши весной этого года в Южный военный округ, в Восточный военный округ, Западный и Северный плод. К каждую отправку мы приезжаем сюда и раздаем буклеты, где имеются различные полезные сведения от того, как себя вести в конфликтных ситуациях в воинской среде до, соответственно, телефона доверия военных прокуратур всех звеньев. В связи с тем, что Алексей Геннадьевич сообщил, что военнослужащие в различные округа убывают, то, скажем так, там находятся в этих буклетах практически все телефоны, ну и, соответственно, главную военную прокуратуру, где везде есть горячие линии. Традиционно, в ходе призывных кампаний, в основном звонят родители призывников, задают какие-то правовые вопросы. Чаще всего мы советуем приходить лично, если какие-то вопросы требуют проверки, то писать письменно.